Ёлка, Дед Мороз, новогодние игрушки и подарки. Современникам кажется, что вся эта праздничная атрибутика существовала всегда. Но всего 400 лет назад не было никакого нового года в привычном нам понимании. В ночь с 31 декабря на 1 января Новый год мы начали отмечать при Петре Первом. Именно тогда появилась традиция украшать свои жилища ветками сосновыми, еловыми и так далее. Но, к сожалению, после смерти Петра Первого эта традиция была утрачена. И лишь в 19 веке вновь возродилась. В старину ёлку могли себе позволить только состоятельные люди. Дерево украшали игрушками и лакомствами. А после праздника одарили его прислуги. А крупные меценаты Барнаула устраивали ёлки для детей из бедных семей. К примеру, большой популярностью пользовалась ёлка купца Платонова. Это были скорее массовые гуляния с хороводами и подарками. Но всё же семейный формат праздник приобрёл только в 20 веке. В течение довольно продолжительного времени его отмечали массовыми гуляниями. То в начале 20 века этот праздник стал больше семейным. Дед Мороз и Снегурочка тоже не сразу стали полноправными участниками праздников. При этом дедушка впервые появился на Рождество. Но стал после символом Нового года в 30-х годах прошлого века. Современным веянием, а по сути возрождением одной из традиций празднования Нового года можно назвать возвращение к восьмиконечной звезде. Именно такой, а не привычной советской, сегодня старается украшать ёлку столичная элита. Восьмиконечная звезда интересна она тем, что связана с глубокими традициями, которые есть как в православии, и в первую очередь связана с Богородицей, которая почитается на Руси издавна. И, безусловно, Вифлеемская звезда – это символ Рождества. Он был во все времена. Вифлеемская звезда, она принесла весть о том, что родился Иисус. Вифлеемские звезды легко встретить в торговых центрах Москвы. А у нас такое украшение – редкость. Купить сложно, но можно сделать своими руками. Мастер-класс по изготовлению восьмиконечной звезды провели и в музее. Я сейчас шишечку приклею. Ладно. Сотрудники музея подчеркивают, что Новые Вения, как правило, забыты из старой традиции. При этом идет тренд на возрождение истинных обрядов и укладов, которые нередко связаны с верой и духовностью. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком.